Уезжали на два дня, остались на месяц. Людмила и Юрий Катко приехали в пункт временного размещения по просьбе детей, когда начались массированные обстрелы Грайворона. На утро позвонили, говорят, быстро собирайтесь и едем в Старая Аскула. А куда, мы понятия не имеем. А теперь живут в спокойной обстановке. У Юрия и Людмилы отдельная комната. Есть всё необходимое для комфорта. После операции женщине здесь помогли организовать консультацию травматолога. Будни семьи скрашивает пёс по кличке Бантик. Такие все отзывчатые. Что бы ни попросил, что бы ни сказал. Как-то все. Кухня изумительная. Кормят. Это вообще порции очень большие. В марте в ПВР приехала белгородка Ольга Калашникова с детьми. В областном центре остались родители, муж и сестра. Ежедневные обстрелы района, в котором живёт семья, не оставили других вариантов. Ради детей куда угодно поедешь. Поэтому мы решили, что если бы не дети, я бы тоже дома осталась. Зачем? А так, детям здесь комфортно. Гуляют в большей площади, классно развлекаются. Мы себя оптимизируем, что мы просто в отпуске отдыхаем. Скоро вернёмся домой, и всё будет хорошо. Скорейшего возвращения домой ждёт и белгородка Евгения Игнатенко. Вместе с семьёй сына приехала сюда полгода назад. Попала в мой дом, я живу на Харьковской горе. Приняли здесь, конечно, очень хорошо. Мы не ждали в холле, мы ничего. Нам дали ключи, сказали, посмотрите номер. Пошли, посмотрели и тут же заселились. На сегодняшний момент тоже к нам люди ещё продолжают ехать. Только что вчера приехала женщина с Шебекинского городского округа. Сегодня к нам приедут с Грайвара на четыре человека. В пункт еженедельно приезжает врач и специалисты социальных служб. Жители приграничья обзаводятся новыми знакомствами и друзьями. Общение облегчает многим психологическое напряжение. В ПВР региона достаточно мест для всех, кто вынужден на время покинуть свои дома. Оксана Черных, Глеб Лыгерев. Такой день на Мире Белогорья.